ну ты поставь сюда машину вот сторону разъезжаются правыми разъезжаются правыми, у нас правостороннее движение, тебе надо сюда сесть, а мне сюда проехать я еще раз объясняю, у нас правостороннее движение, мы не в Японии, тебе нужно туда сесть, а я здесь проеду ты сумасшедший что ли, как я назад сдам, тебе проще залгу тогда сдать, либо сюда нырнуть ну если тебе все равно, посидим тогда а че случилось-то? палочка зачем нужна? палочка, бля, щас я тебе сделаю я щас тебе, блядь, сделаю 2 бесплатных, блядь, пирсинга 2 бесплатных в ноге, понял? взять обратно свою ракушку, блядь, и съеби I'll be back да, запомнил, запомнил, давай, блядь, запомнил у меня ну уж извините, но как бы вот, типа, он какой-то сумасшедший, вот сюда надо было нырнуть ему и все, место есть это жесть, но это просто местный, я так понимаю, да, блин нормально, нет, еще билл такой взял, пошел, красавчик нарядный ну и народ у нас да блин, вот представляете, да себе, как, вот, блин, я вообще не понимаю и че я с ним сейчас делал а пистолет достаешь и сразу все как бы остановится на свои места, да как говорят, что, доброе слово, это конечно хорошо но доброе слово и пистолет работает гораздо лучше, вот и все ну сориентируйтесь здесь, куда вам, направо, налево направо ну здесь тоже скажете удачу какой подъезд ну вот первый подъезд здесь? да да ты уж извините еще раз, что такая история получилась чего бывает спасибо да удачи еще мужик нормальный попался мужик еще нормальный попался я надеюсь, что он не напишет ничего в этом самом яндексе типа что бандиты все дела таксист подвергает опасности и так далее то бывает что пишут вроде все нормально а пишут потом что так и так типа ну короче все все знают что там пишут блин ну это вот это пипец и причем у меня уже внутреннее состояние такое да раньше там раньше каждые такие вещи вызывали какие-то бури эмоции ты бы всплеск адреналина а сейчас мне такое впечатляет что я в чикаго 30-х годов и это в принципе абсолютно нормальная тематика то есть я больше удивляюсь когда у меня за день ничего не происходит я не трясу стволом ни перед чьей рожей не пытаюсь там что-то отстоять доказать или еще что-то там или кому-то что-то объяснить ну то есть вот реально просто вот ну как 90-е годы бандитский петербург за тебя человек приехал блядь ничего хребала закрой свою блядь вообще как базаришь блядь бошку прострелю блядь ты кому бошку прострелишь блядь там твоему этому черту кому блядь ты все само по себе нормально то есть все ездят со стволами сбитыми качают счета это туда-сюда и как-то это уже вошло просто в обыденность ну то есть ничего такого тут нет ну это же чувак не сильно удивился да там никуда там не причитал ничего там типа бля-бля он молчал всю дорогу и все сейчас говорит не бывает да чё бывает каждый день такое бывает выходит чувак сбитый я ствол достаю там типа с ним давай прыгай назад там кретины так далее нормальная тематика абсолютно нормально мне одном у меня у одного такие вот стали скажем так я перестал стрессовать из-за этого ну то есть у меня даже мне кажется мне даже давление не поднимается даже сердце глядь быстрее биться не начинает вот у меня у одного такая история или вы кто там может мне что-нибудь рассказать в комментариях по этому поводу то есть или или уж и у многих так или еще у кого-то так происходит что ну скажем чувство опасности да она уже не такое яркое как раньше ну то есть это вот абсолютно нормально у меня было я ездил за город вчера туалет мне нужен было я остановился в первомайском не знаю знаете такое по дороге в приозерск первомайская село там или поселок городского типа я вышел в туалет начали искать туалет ну да спрашиваю кого-то мне год вот зайдите там туда-сюда за рынок там туда там куда-то во дворы бля и уже вечер поздно я иду иду какие-то бля уже закрытые какие-то лайки там еще сидят три типа пьяный без зубов я значит подхожу типа мужчины скульт привет а есть где-нибудь у вас здесь туалет он говорит да пойдем покажу вот там за угол и начать меня за угол отводить и туалет и он платный там денежку кидаешь и те двери открывается автоматически я такой вот посмотрю краем глаза он такой и ближе ко мне подходит я поворачиваюсь он такой братан есть 47 рублей на сигареты и такой как бы с агрессивным видом вот отвечаю я когда к ним подошел спросить про бабки я был уверен что вот эта тема дай закурить там и если бабки начнется гораздо раньше то есть я уже понимал что это канитель обязательно будет и у меня вообще ничего не шелохнулась вот вообще ноль я ему просто ну задал задал вопрос беру а вы так ну с таким очень таким настойчивым видом подходите вы меня грабить будете или что он такой да не 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 просто спросил братан там это туда-сюда я ему объяснил что я не спонсор алкоголизма такой да не мне на сигареты там даже я и не спонсор табакокурение тоже поэтому вопрос не ко мне не ну мы же те объяснение где туалет нам туда-сюда и врачу это теперь платная услуга получается ну короче эти качели там были терки-перки в результате ну понятно я пошел подстал у меня ни на что не развел я ушел но смысл в том что нет чувство опасно я не знаю что должно произойти чтобы у меня например там что-то сжалось вот до таких размеров до либо например я там у меня мотор завибрировал то у меня одного такая канитель и может быть я более больше чаще чем другие попадаю в такие ситуации либо у многих уже такая канитель стерлась именно потому что мы живем в супер стране и все другие страны нам завидуют напишите очень интересно и и и и и и и и